Сквер на улице Шмидта, напротив лицея номер 7. Одни считают его неухоженными зарослами, другие – пионерским парком. Три года назад в госпрограмму строительства объектов социальной инфраструктуры вошел второй корпус лицея на 275 мест. Единственным отвечающим всем требованиям участком для строительства стала эта территория между улицей Шмидта и Молодежной набережной. Был выполнен проект, весной этого года заключен контракт. Подрядчик начал приготовление к строительству. Эти действия активизировали резонанс в обществе. Мнения жителей разделились. Одним нужна школа, другие не хотят лишаться зеленых насаждений. Глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков не раз выезжал на место, встречался с представителями инициативных групп, а теперь собрал активных общественников за круглым столом, чтобы взвесить все «за» и «против» и постараться найти компромисс. Сторонники школы – это родители, депутаты, педагоги, поддержал их и представитель областного минстроя. Аргументы у них веские. Главный – надо исполнять указ президента о ликвидации второй смены. В лицее, основное здание которого построено еще в 61-м году, сегодня более 200 ребят учатся во вторую смену. Во всем округе в 10 раз больше. Для нас, для образования, вопрос не стоит, строить школу или не строить. Нужно строить эту школу, следующую, еще, 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 еще раз говорю. Если выбирать между деревьями и безопасностью детей, однозначно мы за безопасность и за достойные условия наших детей. Позиция Министерства строительных комплексов – однозначно за строительство школы. Демография, слава Богу, улучшается, места хватает, школы переполнены, вы сами это знаете. Поэтому школу строить надо. Сторонники сохранения пионерского парка не против школы, но требуют вернуться к первоначальному варианту размещения корпуса, как пристройки к действующей школе. А в парке разместить спортивное ядро. Я хотел бы просто обратить внимание, что инициативная группа не сейчас появилась. Сейчас просто это вышло на действительно очень горячее общественное обсуждение. Люди просто возмущены. Отдельная тема – вопрос ценности так называемого пионерского парка. Вырубки под школу подлежат порядка 160 деревьев. Я сам родился здесь, на улице Шмидта, в нашем старом роддоме, который снесли. Я вырос здесь, и я знаю, что это за территория, и многие знают. К сожалению, парком его никак нельзя назвать. Я еще житель дома Девицшмидта. Как вы понимаете, это прямое соседство с парком пионерским. Для меня это открытие, я только в этом году узнала, что это вообще пара. Дело в том, что это место очень опасное. Мне не нравится, что ползет потом в наш двор. Ребенка я до сих пор встречаю, с семиклассниками. Мои дети не боятся. Мы там каждый год, каждый зима катаемся на горке, и не одни мы. У нас есть очень много материалов на эту тему. Глава округа Андрей Булгаков объяснил, что проект размещения школы на месте сквера не противоречит документам территориального планирования. Получил положительное заключение экспертизы. А на строительство пристройки элементарно не хватает места рядом со школой. Кроме того, так называемый пионерский парк не значится в реестре парков культуры и отдыха Московской области. А если сейчас отказаться от строительства, бюджет потеряет более 20 миллионов рублей, потраченных на проектирование и с учетом потенциальной неустойки подрядчику. Плюс на повторное включение объекта в госпрограмму уйдет несколько лет. Власть должна решать вопросы стратегического развития муниципалитета, подчеркнул глава. В данном случае пока проект есть, подрядчик есть, деньги подтверждены, государственная программа работает, но проект мы можем реализовывать. Вы мне доверьтесь, пожалуйста, я вас очень прошу. Нельзя сейчас не построить эту школу. Администрация предлагает максимально смягчить ущерб от потери пионерского парка. Организовать компенсационную высадку хороших породистых деревьев на территории, где укажет инициативная группа вместе с депутатами. Рассмотреть место размещения устраивающих всех горки зимней. Минимизировать то количество деревьев для вырубки, которое было изначально определено для вырубки. Установить информационные щиты не менее двух с полным разъяснением проекта, где нужно указать, что это не частная школа. Глава поручил провести большую разъяснительную работу среди жителей со всей аргументацией за школу. Большая роль в этом отводится депутатам. Андрей Булгаков также предложил создать инициативную группу, внутри которой решать все спорные вопросы. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.